Гесси Гельфман. Российская революционерка, агент исполнительного комитета «Народная воля». Одна из деятельных участниц движения «Приумартовцев», придерживавшихся методом борьбы за власть средствами террора. Гесси Мейровна или Мировна или Мироновна Гельфман родилась в еврейской семье в 1855 году в Мозыре, в Минской губернии. Ее отец торговал лесом, а мать владела мануфактурной лавкой. Мать рано скончалась, а мачеха мало внимания уделяла Гесси. Однажды родители отправили ее в Бердичев на свадьбу к родственникам. Там она провела несколько месяцев. Когда она вернулась в Мозыре, там узнала, что ее собираются выйдут замуж за единственного сына лесопромышленника, знакомого отца. Последнюю ночь перед свадьбой она бежала. В 1871-м приехала в Киев, где нанялась помощницей к портнике. В этом же году поступила на акушерские курсы при Киевском университете, который окончила в 1874 году. В это время начала принимать участие в революционной деятельности. Она участвовала в собраниях нелегальных социалистических кружков, оказывала различные мелкие услуги революционерам-пропагандистам. Весной 1875-го в Киев приехали представители Московского кружка революционеров для налаживания связи с местными рабочими. Гесси примкнула к этой организации и приняла активное участие в ее деятельности в Киеве. На ее имя приходили письма и денежные переводы. Ее квартира служила явкой для революционеров. 9 сентября того же года была арестована. Полтора года провела в доме предварительного заключения в Санкт-Петербурге. В 1877-м осуждена на процессе 50-й и переговорена к двум годам принудительных работ. Наказание отбывала в Литовском замке в Санкт-Петербурге. В этот период познакомилась с народовольцем Николаем Саблиным. По другим данным, с Николаем Колоткевичем, ставшим впоследствии ее фактическим мужем, с которым она проживала под именем Елены Григорьевны. После отбытия наказания 14 марта 1879-го Гельхман выслали под надзор полиции в Старую Руссу, в Новгородское губернию, откуда она в сентябре этого же года бежала в Санкт-Петербург. Примкнула к народной воле, дала пропаганду среди молодежи, много работала в Красном Кресте народной воли, стала хозяйкой последовательно трех конспиративных квартир. В феврале 1881-го Гельхман вместе с Саблиным сняли квартиру на Тележной улице. В этой квартире сначала находилась подпольная типография, а затем динамитная мастерская народной воли. Рано утром 1 марта 1881-го на этой квартире метальщики получили бомбы, одной из которых был смертельно ранен император Александр II. 2 марта после обыска, во время которого были найдены две бомбы и нелегальная литература, полиция арестовала Гельхман. При аресте Саблин застрелился. На допросе Гельхман призналась, что состоит членом народной воли, но отрицала свое участие в организации покушения на царя, несмотря на имеющиеся неоспоримые факты. Наряду с пятью активными участниками покушения была приговорена к повешению, однако по вынесению приговора она заявила о своей беременности. Последнее было подтверждено медицинским обследованием, и исполнение приговора было отсрочено, так как согласно действовавшим на тот момент законам, казнить беременных женщин запрещалось, ввиду невинности ребенка. В Англии, Франции и Швейцарии была организована кампания за отмену смертного приговора Гесси Гельхман. Открытое письмо к императору Александру III опубликовал известный французский писатель Виктор Гюго. Подобная кампания была и в самой России. 12 октября 1981 года Гесси родила здоровую девочку. После родов смертная казнь Гельхман была заменена пожизненными катажными работами. Однако роды протекали тяжело, с осложнениями, в отсутствие медицинской помощи. Через четыре месяца после рождения ребенка Гельхман умерла в тюрьме от гнойного воспаления брюшины, развившегося в результате нереченного послеродового осложнения. 1 февраля 13 февраля 1882 года за шесть дней до смерти Гельхман 25 января ее ребенок был помещен в воспитательный дом, где умер, не прожив у года.